Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины «Новая история стран Европы и Америки». На прошлой лекции мы с вами начали изучение второй темы курса «США и стран Латинской Америки в новое время». На прошлой лекции мы поговорили об истории североамериканских колоний Англии в новое время, об американской идеологии и о войне за независимость и образование США. Сегодня мы пойдем дальше и рассмотрим следующие вопросы. Итак, план нашей сегодняшней лекции. Первый вопрос – принятие Конституции США 1787 года. Второй вопрос – президентство Джорджа Вашингтона. Третий вопрос – проблема рабства и аболиционизм как явление. И четвертый вопрос – гражданская война между севером и югом, реконструкция юга. Что касается списка литературы, очень подробно я его дал к первой лекции. Могу добавить, что именно к этому разделу курса, конечно же, наиболее интересными кажутся следующие книжки. Это монография Николая Николаевича Яковлева «Джордж Вашингтон». Это биография первоамериканского президента. Это книжка американского классика, выдающегося ученого Тернера «Фронтир в американской истории», где рассказывается как раз о событиях XIX века. Эта книжка была переведена на русский язык и издана в Москве в 2009 году. Ну, а также книги Шлезингера, Согрина, Иваняна и прочие, о которых я уже говорил в прошлый раз. Итак, цель нашей сегодняшней лекции – показать развитие США, пожалуй, в конце XVIII и практически до конца XIX века, включая такие важные вопросы, как принятие Конституции и проблему рабства и войну между Севером и Югом. Итак, в 1783 году завершилась война за независимость. Англия Версальским договором признала независимость своих бывших колоний. И получилось так, что на Атлантическом побережье Северной Америки образовались фактически 13 маленьких независимых государств. Дело в том, что первая американская конституция называлась «Статьей конфедерации». Она была принята в ходе войны за независимость в 1781 году. И по этой конституции фактически, надо сказать, что каждый штат имел колоссальную независимость и вплоть до проведения единой внешней политики. Но как только война за независимость закончилась, страна молодая сразу столкнулась с огромными трудностями. Вспыхнуло мощное восстание фермеров во главе с Дэниелем Шейсом, для подавления которого пришлось привлекать армию американскую. И это восстание и необходимость проведения единой внутренней и внешней политики привлек к тому, что Конгресс принял решение о пересмотре этой конституции 1781 года и принятие новой, уже обновленной конституции, которая бы лучше соответствовала реалиям. И 25 мая 1787 года в Филадельфии собрался Конституционный конвент. Довольно долго, значит, с конца мая до середины сентября заседали члены Конституционного конвента. Все это проходило в очень серьезных спорах, конфликтах, разногласиях. Надо сказать, что вообще депутатами этого Конституционного конвента от 13 первых штатов США было избрано 73 депутата, но в конце концов свою подпись под текстом появившейся второй Конституции США, ныне действующей, поставили всего 39 человек. Это показатель. Председателем Конституционного конвента был единодушно избран Джордж Вашингтон, но колоссальную роль в выработке документа сыграли 32-летний Александр Гамильтон, один из первых госсекретарей США, очень сильный теоретик и очень известный политик американский, а также 36-летний Джеймс Мэдисон, один из первых президентов США. Мэдисона называли отцом американской конституции. И, в общем-то, надо сказать, что практически ему предлежала основная роль в создании Конституции 1787 года. Члены конвента работали за закрытыми дверями, чтобы избежать малейшего давления со стороны. В конце сентября проект Конституции был передан на одобрение штатам, а первым Конституцию США новую ратифицировал штат Дилавер. Это произошло 7 декабря 1787 года, и после этого Дилавер получил такое шутливое прозвище Constitution State, то есть конституционный штат, который первый принял Конституцию. Потом Конституция расчетировала штат Кенсильвания, потом Нью-Джерси, Джорджия, Коннектикут, Массачусетс, Мэриленд, Южная Каролина. И, наконец, летом 1788 года девятый по счету штат Нью-Хэмпшир ратифицировал Конституцию, и она вступила в силу. Дело в том, что по условиям ее вступления ее должны были ратифицировать не простое большинство, а так называемое абсолютное такое большинство, когда две трети голосов отдаются за то или иное решение. То есть не 50% плюс один голос, а именно больше двух третей, больше 67%. Вот из 13 штатов, вот это большинство, так сказать, да, такое, так сказать, уже требуемое, создаются 9 штатов из 13. И вот когда девятый штат, напомню, Нью-Хэмпшир ратифицировал Конституцию, она вступила в действие. Потом ее позже уже, так сказать, все равно тем не менее, ратифицировали Конституцию, Верния, Нью-Йорк, Северная Каролина. И самым последним Рот-Айленд в конце мая 1790 года. А в 1791 году в Конституции были добавлены первые 10 поправок, именуемых Биллем о правах. В эти поправки вошли положения законодательные, гарантирующие свободу основных прав и свободу любого американского гражданина правительством нового государства. И по новой Конституции прошли выборы, первые президентские выборы в США. И 30 апреля 1789 года первым президентом США стал Джордж Вашингтон. По Конституции президент избирался на 4 года. И, соответственно, Джордж Вашингтон победил и на следующих президентских выборах. И он был президентом США два срока, 8 лет, уйдя с этой должности в 1797 году. Ну, забегая вперед, через два года, в 1799 году, в конце декабря, не дожив буквально совсем немного до нового столетия, Джордж Вашингтон скончался от воспаления легких. И страна очень скорбела по потере своего первого президента. Именем Вашингтона в Америке названо очень много. И очень много увековечено, так сказать, да, много сделано для увековечения его памяти. Надо сказать, что Джордж Вашингтон, естественно, принял иммиграционную присягу. Вот, здесь он высказал свои обязательства соблюдать положение Конституции, защищать ее. Вот, и, соответственно, по Конституции помогать ему осуществлять власть должен был кабинет, как совет министров, скажем так, да, правительство США. Ну, в Америке министры называются не министрами, а секретарями. Вот, а отвечающие, так сказать, за внешнюю политику еще и называется государственная секретарь. Вот, членов Кабинета по Конституции назначает президент. И, соответственно, Конституция вступила в силу, потом были приняты первые 10 поправок, и вот потом постепенно в 19-м, 20-м веке процесс принятия поправок продолжился. Последняя поправка была принята в начале 90-х годов 20-го века. Всего сейчас к ныне действующей Конституции США, которая уже больше 200 лет, всего было принято 27 поправок. Ну, и мы переходим к следующему вопросу. Это вопрос о рабстве. Это важнейший вопрос для США в 19-м веке. Надо сказать, что рабский труд использовать на плантациях было традицией еще на заре колонизации Америки. Надо сказать, что выращивалось в основном две культуры, хлопок и табак. И поэтому больше лета подходила южная климатическая зона. Вот негров рабов покупали на невольничьих рынках, самый крупный был в Нью-Орлеане. Рабы попадали в полное распоряжение своих господ. Надо сказать, что у них была очень тяжелая жизнь, семьи разлучались. В общем-то, многие плантаторы могли очень жестоко обходиться со своими рабами. И надо сказать, что в Северные Штаты, в общем-то, довольно долго предлагали отменить рабство, постепенно освободить, так сказать, негров. Южане в этом плане были гораздо консервативнее. Дело в том, что негры были очень ценной рабочей силой, необходимой для обработки плантаций, что являлось важнейшей составляющей экономики американского юга. И с противостояния между сторонниками и противниками рабства началось движение за отмену рабства, аболиционизм. Сам термин аболиционизм происходит от английского слова abolition, то есть запрет отмена, в данном случае рабства чернокожих. И надо сказать, что в 1830-е, в 1940-е годы это движение усилилось, объединив в своих рядах более 200 тысяч человек. Были созданы несколько аболиционистских партий движений, партию свободы. Сдавалась газета Liberator. Всем были известны имена крупнейших аболиционистов. Гарри Атабин, женщина-аболиционист очень известная. Сорджонер Труд, Гаррисон, издатель газеты Liberator. В общем, очень многое. Надо сказать, что в этом движении принимали участие не только мужчины, но и женщины, не только белые, но и бывшие рабы. И одно время соблюдался компромисс, по которому в Соединенных Штатах Америки новые штаты принимались попарно. Так сказать, один северный штат, один южный, то есть один без рабовладения, другой с рабовладелием. Было положение, по которому, если чернокожий бежал из Южных Штатов и попадал на север, то прожив там несколько лет, он получал свободу. И вот аболиционисты организовали цепь таких пересылочных станций, куда мог явиться беговый раб. Его там кормили, так сказать, и ночью тайно переправляли дальше. И вот этот маршрут называли подземной железной дорогой. И ее действие, этой подземной железной дороги, было описано хорошо Гарриет Бичерстоу, в ее знаменитом романе «Хижина дяди Тома». Ну, фактически, отношение к рабству разделило США на два лагеря и подтолкнуло страну к гражданской войне. Надо сказать, что здесь было и восстание Джона Брауна сыграло свою роль. Вот, некоторые другие крупные восстания. Но, надо сказать, что это вылилось еще и в политическое противостояние демократической партии, партии Южан и республиканской. Об этом мы будем говорить чуть позже. Так, кстати, демократическая партия США образовалась в 1828 году, республиканская в 1854. Вот, республиканцы, северяне считали рабство тормозом для экономического развития страны. Вот, и особенно обострился вопрос по поводу новых территорий, так сказать, да, то есть будет там рабство или нет. Вот, и кульминацией противостояния стали президентские выборы 1860 года, на которых победил кандидат от республиканской партии Абрам Линкольн. Он считал рабство несправедливым, он не настаивал на его немедленной отмене, потому что это могло привести к тому, что там значительно большее число штатов могло выйти из Союза. Вот, надо сказать, что 20 декабря 1860 года Южная Каролина заявила об отделении США и потом, в течение последующих месяцев, примкнуло еще несколько штатов. Алабама, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Техас, Флорида. Вот, и в конце концов, в феврале 1861 года сепаратисты приняли решение о создании рабовладельского государства, конфедерации штатов Америки, во главе с президентом Джефферсоном Дэвисом. Чуть позже конфедератам примкнули также Арканзас, Тейнс, Северная Каролина и Вирджиния. И, надо сказать, что вот с нападения на Форт Самтер началась гражданская война между Севером и Югом, которая длилась 4 года с 1861 по 65 годы. На Севере была более развитая инфраструктура, в Северных Штатах проживало 22 миллиона человек, а вот на Юге, в Южных Штатах проживало только 9 миллионов, из них 4 миллиона рабов. И вот в ходе гражданской войны, поначалу эта война проходила с перевесом юга, у Монасоса армия Севера понесла потери, отступила, но сказалось неудачное командование северян генерала Макклеллана. Но в конце концов, значит, Авраам Линкольн сделал очень сильный шаг, он принял закон о Гамстедах, по которому свободный доступ к западным землям, так сказать, был доступен только гражданам США. И, кроме того, он отменил рабство негров с 1 января 1863 года. В результате Север стал одерживать победу одну за другой, и в 1865 году эта победа была окончательно одержана, и южане капитулировали. Вскоре после окончания войны был застрелен президент Авраам Линкольн. Быстренько контрольные вопросы. Когда была разработана ныне действующая конституция США? Кто был первым президентом в США? Что означает термин «аболиционизм»? Назовите хронологические рамки гражданской войны в США. И какой американский президент отменил рабство негров? Продолжение следует... Продолжение следует...